Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня жуткая жара, 39 градусов. Живу в 15 километрах от моря, а на море за это лет побывал 2 или 3 раза. Да вот оно, собственно говоря. Цель сегодняшнего видео – работа над ошибками. Дело в том, что ко мне в личку, в группе ВКонтакте, в ЖЖ, в Фейсбуке, иногда, собственно говоря, по каналам в Ютубе, а иногда на пикабу, когда публикую свои рецепты, обращаются люди и иногда говорят, вот я делал по тому рецепту и у меня ничего не получилось или получилось так, но вот плохо получилось. Я начинаю разбираться, что и как, пытаюсь выяснить, рассказываю и иногда случается так, что я вижу одни и те же ошибки люди допускают. Да, видимо, я не смог донести правильно рецепт в своих роликах, что-то упустил, что-то для меня кажется само собой разумеющимся, а для некоторых зрителей это не столь очевидно. Поэтому давайте сделаем так. Под этим видео все, кто хочет задать какие-то вопросы по рецептам именно, то есть они что-то готовили по рецепту кулинарной пропаганды и что-то у них не получилось, распишите, что вы готовили и что у вас конкретно не получилось и я отсниму отдельный ролик и постараюсь разобрать все возможные ошибки. Я думаю, это будет правильно и эта информация поможет другим зрителям. В качестве примера, я недавно показывал ролик про домламу, тот пропустил, щелкайте сюда. И вот, пожалуйста, публикует рецепт на пикабу и три или четыре читателя пишут, все замечательно, все прекрасно получилось. Одна читательница пишет, чтобы я еще готовил по вашим рецептам, да все высохло, сгорело, ничего не получилось. Другой человек пишет, три часа уже стоит домолома на плите, даже не булькает. Понятно, и там и там разобрались, я все рассказал, что и как. Но вот чтобы не разбираться с каждым индивидуально, потому что такие проблемы возможны у многих подписчиков, у многих зрителей, давайте сделаем так, как я сказал. Задаете вопросы по конкретному рецепту под этим видео и я отдельным выпуском разбираю все эти моменты. Я думаю, это будет полезно. Второй момент, ради чего я делаю сегодняшний выпуск. Я общаюсь с представителями YouTube. Они мне порекомендовали провести опрос среди зрителей на предмет, когда вам, уважаемые зрители, удобнее всего смотреть мои ролики. Сейчас они выходят, ну, постоянные зрители канала это знают, по средам и по воскресеньям. Вторая половина дня. Обычно в 4-5 часов вечера по Москве. Или в 5-6 часов вечера по Москве. Когда как получается. Я думаю, что далеко не все из моих подписчиков фрилансеры. Кто-то работает с понедельника по пятницу. И возможно, вам, уважаемые зрители, будет удобнее посмотреть какой-то рецепт в пятницу, к примеру, для того, чтобы подготовиться, закупить какие-то продукты и опробовать его в выходной день. Может быть, я не прав. Вот исходя из этой логики, я сделаю так. Я под этим видео напишу несколько своих комментов. Это будет просто понедельник, вторник, среда, четверг и так далее, до воскресенья. Вы смотрите на них и думаете, мне удобнее всего смотреть выпуски кулинарной пропаганды, допустим, в понедельник и в четверг. Вы лайкаете от понедельника и четверг. Если вам больше дней подходит, лайкаете больше дней. Если вам без разницы, когда смотреть, лайкаете все семь дней в неделю, просто чтобы статистику набрать, что это не три человека проголосовали, а остальным без разницы. Да, проголосовало там, не знаю, 100, 200, там, 500 человек, чтобы было понятно, что выбор сделают не два-три человека, смотрящих канал, а как можно больше аудитория. И я тогда, в соответствии с этим, постараюсь изменить график выпусков кулинарной пропаганды. То же самое касается и времени. Также будет несколько моих комментов. Это, допустим, 8-9 утра, 9-10, 10-11, 12-13, так до самого вечера. И также указывайте то время, когда вам удобнее всего было бы смотреть эти выпуски. Я думаю, это позволит нам вывести наше с вами общение на новый уровень. А мне бы этого хотелось. И третий момент, ради которого затевает сегодняшнее видео – это конкурс. Но, чтобы не смешивать первые два вопроса и конкурс, все, кто желает поучаствовать в конкурсе, переходите по ссылке. Ссылку размещаю здесь. Для тех, кто смотрит на планшете, щелкайте в подсказке, увидите, или заглядывайте в описании видео. В описании видео будет ссылка на ролик с условиями конкурса. Спасибо за компанию и всем пока!